Студия «Медиа-книга» представляет Андрей Белянин. Сотник и басурманский царь. Читает артист Иван Литвинов. Было то или не было, честно говоря, я уже и сам толком не помню. Вроде как мой дед мне про это рассказывал, а ему его дед стал быть дел давнее. Однако ж, навроде как и по сей день актуальная. А потому расскажу-ка я вам, братцы, сказку старую казачью астраханскую, где смешную, где грустную, отдельными местами и совсем не политкорректную. Но! Не будем раньше времени с извинениями кланяться, нехай на нас потом в Страсбургский суд подают, а нам полный языком зазря молоть, пора сказку сказывать. На земле нашей Астраханской, на границе с лютым Кавказом, коварной Персией да хищной Хевой, уже почти три столетия живут казаки. Приказом царским с Дона до Терека переселенные здесь обженились, хозяйством обзавелись, станиц поставили, церкви построили, ну и службу государю унесли, как положено. Астрахань-то наша, белый город, Кремлем златоглавым украшенная, на самой окраине России матушки стоит. Добрым людям завсегда ворота открыты, а злые об ее башне неприступные не раз зубы волчьи ломали. Сами астраханцы народ работящий, осетраты белугу добывали, икру черную к столу императорскому ставили, арбузы огромадные выращивали, а меж собой со всяким народом дружбу водили. Калмыки овец да коней пасли, татары лавки с тканями открывали, караваны водили, армяне широкую торговлю вели, греки кофейни строили, никому обитую урону не было, покуда лихой набег не случался. Налетали из широкой степи бешеные всадники с пустынь да с гор, хватали людей без спрос, без разбору, и навеки в полон уводили на невольничий рынок. Не только русских, а и своих единоверцев грабили. Тут только одна надежда, что услышат казаки грозное слово «сполох», прыгнут на верных коней, догонят врага, да и отметелят так, чтоб впредь неповадно было. Вот про то и сказка наша будет. Про толстого султана Басурманского и войско его черное, про ведьму злую да черти прислужников, про бабу Ягу хитрую, про разбойников, про простого казачьего сотника да дочку его малую, про войну и любовь, да про землю нашу русскую. Высоко в небе синим горит, палит яркое степное солнышко. От края до края чист горизонт, только окоем маревом золотым колеблется. Август месяц, жара смертельная, а по выжженной земле идет-бредет невольничий караван. Верблюды, поклажи груженые, кони в мыле, всадники на них, словно хищные коршуны, сидят, русских пленниц перед собой бичами гонят. — Абдула, пить хочешь, э? Пить хочу, вина хочу, зарезать кого-нибудь тоже хочу, очень! С этими словами один из всадников, чернобородый, с кривою хмылкой и редкими зубами принял из рук товарища кожаную флягу. Измученные девушки смотрели, как жадно он пьет, а вода льется ему по шее на грудь. — Что встали, ослицы? — взмахнул бичом второй всадник. — Пошли давай, быстро! Эймамбек со вздохом подозвал начальника охраны пожилой басурманин, хозяин каравана. — Уйми своих воинов, они опять портят мой товар. Кличистый батыр в богатых доспехах с лицом загорелым до черноты только громко рассмеялся в ответ. — Ничего, обе кулага, смирнее будут, но кто купит избитую до крови красавицу? Говорю тебе, урезонь своих людей. Наш господин берет себе в гарем только самое свежее и лучшее. Так мы и добыли ему десять лучших девушек. Посмотри, как они хороши, как горят их глаза, а то, что их немножко побили, и сами виноваты. Зачем сопротивлялись, да? Пусть твои джигиты лучше смотрят по сторонам. И кого же нам бояться, разбойников? Никто не смеет противиться нашим клинкам. Бекулага промолчал. Будучи опытным работорговцем, перенявшим семейную традицию от отца и деда, он прекрасно знал, когда надо уступить, а когда проявить власть. Сейчас им не стоило ссориться, а вот когда караван покинет проклятые волжские степи, тогда в родной пустыне он разберется с этим молодым наглецом. Что ты все время озираешься, старик? Мы идем по казачьей земле. Казаков мало, они побоятся напасть на нас. Мой отец всегда смеялся над ними. Да, он был веселый человек, потому и остался лежать в этих степях навечно. Не будь ты седым, Бекулага, я бы наказал тебя за такие слова о моем отце. С раздражением прошепел начальник охраны и вдруг замер. Прямо перед ними из-за невысокого холма выехал всадник на рыжем коне. Белая гимнастерка, синяя фуражка, штаны с желтыми лампасами, на поясе шашка, погоны серебряные, усы рыжие, а глаза строгие. Казак! Казаки! Не своим голосом взвыл мудрый работорговец, нахлестывая своего коня плетью. Куда старый троус? Презрительно фыркнул бомбек, хватаясь за рукоять дамасской сабли. Где ты видишь казаков? Он всего лишь один. Вот вы и разберетесь с ним, не оборачиваясь, прокричал Бекулага. А я пока подожду. Где-нибудь в тени. Подальше отсюда, да. Убьем его. Шесть кривых клинков взлетело в воздух. А казачий сотник только коня каблуками пнул, на гайку в правую руку взял, да и поскакал на врага. Один на всех. Да ему-то что? Врагов бьют, они считают. Смысл заранее париться? У нас, говорят, сначала побьем, потом разберемся. Казачья на гайку не коня хлистать. Она для боя предназначена. Из двенадцати ремней плетеная, а на конце пуля свинцовая. Раз по башке прилетит, так и не копашись. Пыль степную нюхай, не высовывайся, коль добавки не хочешь. Первого свалил в висок, второму под челме, третьему все зубы выбил, четвертого за ногу поймал, да и с седла на пятого кинул, а ушибка храброго мамбека и его же саблю отобрал, на коне развернул, да и по заднице от души отшлепал. На колени пали басурмане, пощады просят. Кто над девицами да детьми изгаляться привык, того в настоящем бою не ищи, таки всегда друг за дружку прячутся. Ушел, зараза. Глянув из-под руки, решил сотник, видя, как тает на горизонте облачко пыли вслед за лошадью сбежавшего работорговца. Ничего, в другой раз все одно поймаю. Спрыгнул с седла, разрубил шашкой веревки пленниц, да этими же веревками басурман в один букет увязал, а девки ему уж и в ноги кланяются, плачут от счастья, благодарят казака за спасение. Спасибо, дяденька. Сами-то откуда будете? С Волги, станичник. Кто с Астрахани, кто с села, кто с хутора, до дом-то доберетесь? Доберемся, дяденька. Вот и ладушки, улыбнул сотник. Разбирайте лошадок басурманских, да и двигайте на закат. У меня еще служба не закончена. А с этими что делать? Девушки грозно топнули ногой на связанных басурман. Да что хотите, не убивать же. Прыгнул сотник в седло и поехал своей дорогой. А пленницы на врагов своих посмотрели, посовещались, да всей толпой дружно и накинулись. И пяти минут не прошло, как возвращался в родные края отбитый караван, и смеялись астраханские девчата, подгоняя верблюдов, осликов, да боевых коней. А в широкой степи, по раскаленному песочку, ругаясь, прыгали связанные цепочкой басурмани. Все, как есть, в одних и сподних штанах. И руки не развяжешь, и не почешешься, и солнце палит нещадно, и до родных аулов им теперь в такой связке как раз только к Рамадану и допрыгать. Если суслики не съедят, да тушканчики не защекочут. Вы прослушали ознакомительный фрагмент аудиокниги. Продолжение аудиокниги вы найдете на нашем сайте по ссылке в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова